Древняя и благородная Европа, безусловно, чарующая, но она тысячелетиями эволюционировала, эволюционировала, да, эволюционировала в нечто совершенно диковинное. Здесь мало что запрещено законом, но при этом всё жёстко регламентировано неформальными общественными установлениями. Выходит парадокс. Полная свобода обращается в собственную противоположность. Формально ничем не стеснённый обыватель огорожен бесчисленными запретами, каких и половины нет в тюрьме строгого режима. Вот, скажем, предметом ожесточённых политических сражений в Италии была судьба свинки Пеппы. Да-да, той самой, из мультфильма. Италия отстаёт в плане гражданских прав от остальной Европы на многие годы. Правые пропагандируют Италию, в которой главное – это бог, родина и семья. Их победа – это катастрофа, сравнимая с Брекситом. Представьте себе, они собираются запретить свинку Пеппу, потому что в мультике у героини две матери. В итальянских и прочих европейских медиа именно так представляли читателю содержание конфликта между основными политсилами на Аппенинах. Одни – за чёрные платья допят, другие – за радужное многоцветие. На уровне риторики братья Италии и другие правые вполне соответствовали. Более того, они с готовностью ввели ожесточённые публичные сражения за совершенно второстепенные со всех точек зрения вещи. Да, традиционной семье. Нет ЛГБТ-лобби. Да, естественной половой идентичности. Нет гендерным экспериментам. Противники, разумеется, представляют Мелони и Щадель Ада. Человеком, желающим приставить каждому полицейского, а мир выкрасить в серое. Я полагаю, что она обеспечит правовую поддержку традиционным союзам, а это означает, что гонений не будет. Конечно, они скажут нам, живите как хотите, но правые требуют, чтобы наши привязанности, наша личная жизнь оставалась частным делом. Они хотят запереть нас в наших же домах. То есть мы можем быть кем угодно, но прятаться от солнечного света, а не держаться за руки на людях и не целоваться. Итальянским правом за такое святотатство придумали обидную, но бессмысленную кличку – постфашисты. Чтобы это не значило, у читателя возникало ощущение, что Мелони носит усы с щёточкой, а выступление начинает с римского салюта. И вот по всей Западной Европе царит паника. В Италии победил Путин, восклицают в чатах прекраснодушные виртуалы. А глава Еврокомиссии обещает Риму финансово дать по рукам, если этими самыми руками там попытаются сделать что-нибудь, на что нет санкций из Брюсселя. Мы посмотрим на результаты голосования в Италии. Если дела пойдут в неправильном направлении, у нас есть инструменты влияния, как в случае с Польшей и Венгрией. В ответ сторонники победивших правок срывают с правительственных зданий флаги Евросоюза. Кое-кто и кое-где у них порой, но всё-таки срывают и топчут, как символ тирании и внешнего диктата. Неужели страсти и в самом деле бушуют из-за какой-то мультсвинки с её радужными единомышленниками? Безусловно, нет. Речь в Италии ведётся о вещах очень и очень серьёзных. Прежде всего, о миграционной политике и вымирании народа, а также об экономических факторах, из-за которых мигрантов становится всё больше, а итальянцев, напротив, всё меньше. 400 тысяч новорождённых за прошлый год. Это демографическая катастрофа, нации, похоже, суждено исчезнуть. Но я сделаю всё, чтобы этому помешать. Эту проблему можно решить, пригласив иммигрантов, говорят левые. Но я хочу, чтобы и в наших семьях были дети. Я хочу, чтобы младенец не был предметом роскоши. Женщинам должны достойно платить. Нужны бесплатные детские сады. Эти слова вероятного будущего премьера Италии позволяют понять ещё один современный общий европейский парадокс. Левые теперь – это не те, кто за пролетариат и против экономического угнетения. Нет, левые – это «пусть цветёт тысяча цветов» и «откроем двери в свой дом всем и каждому». А их противники, хотя и стоят за консервативные ценности, обещают создать социальное государство. С теми же самыми бесплатными детскими садами, как заявляет Мелони. В итоге за так называемых правых голосуют рабочие итальянского севера и христиане юга. А за леваков – люди свободных профессий, буржуа крупных городов, рантье и аристократы. Об этом говорит выборная статистика. Левые в современной Италии интересны тем, у кого жемчуг мелок. А за правых голосуют остальные, у кого супредок. Вот такие, например. Я решила выставить висельника в витрине, когда получила счёт на 2500 евро. У меня самой было чувство, словно меня только что вздёрнули на эшафоте. Я сделала это, чтобы люди поняли, у меня у самой беда. Ведь все жаловались, ах, кофе подорожал на 10 евроцентов. Но это не моя вина, просто мы падаем в пропасть. Никогда нам не бывало хуже, чем сейчас. Италия – это больной человек Европы, которая и сама, по правде говоря, очень нездорова. ВВП, производимый на Пеннинах – 2 триллиона, а внешний долг – 3 с лишним триллиона. Даже обслуживать свои обязательства без помощи Брюсселя правительство страны не в силах. Причём так дела обстояли даже в относительно благополучные времена. Сейчас же Италия страдает от чудовищной, по местным меркам, инфляции. Но 8,5% – это сухая и не очень искренняя статистика. Все государства на свете умеют заставить зеркало сухих цифр говорить, «Ты, правительство, на свете всех милее, всех народней и мудрее». Цены на тепло и электричество горючее выросли в разы. Да, бриллианты для местных хлебок даже подешевели. Но хлеб насущный дорог, не укупишь. Энергетический кризис – это реальность. Мы находимся на самом краю экономической катастрофы, от которой спасти может только чудо. Именно об этом должны говорить политики, считает электорат. Люди хотят знать, как им оплачивать счета за электричество, как избежать закрытия предприятий, когда закончится рецессия и блеснет лучик надежды. Картина мира от правых оказалась убедительнее. Пресловутый итальянский постфашизм – это отчаянный бунт гражданина, который выбирает людей, говорящих ему о понятных и насущных вещах. Именно это принесло братьям Италии с союзниками 44% голосов. Правые политики Мелони, Сальвини, Берлускони – всего лишь осторожных полголоса рискуют протестовать против все менее понятных обычным европейцам европейских ценностей. Вряд ли Италии следует ждать перемен. Ну, может, новое правительство победит таки свинку-пеппу и ЛГБТ-пропаганду. Не более. Урсула фон дер Ляйен лишь произнесла вслух общеизвестные вещи. Покуда деньги печатает Евроцентробанк, раздает Еврокомиссия, всякий бунт национальных правительств обречен. Вдобавок, кризис переживает весь ЕС, и даже самые забубленные оптимисты пока не заявляют. Ну все, дно пройдено, выкарабкиваемся. Спастись одному, а остальному топнуть – это точно не про единую европейскую ложку. Италия повторит общую судьбу – счастливую или нет. Но все-таки замечательно универсальный термин придумали немецкие газеты. Постфашистская Европа, а она ведь пережила фашизм, правда? С использованием постфашистских методов готовится найти укорот на итальянских постфашистов. Олег Романов в главном эфире.